Что я могу сказать о Диме? Чего не скажут остальные? Да всё. Я знала Диму ещё в то время, когда Нагеевым-младшим он называл совсем не своего сына. А я такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку ещё до того, как это стало мейнстримом. Вообще, про наше с Димой знакомство я могу долго, а он мог не всегда. На память о той связи осталась соковыжималка. С твоей лёгкой руки, гад, это прозвище я носила ещё очень долго. А как Димон нравился девчонкам? Знаете, если тщательно осмотреть все подушки в женских общагах Петербурга, то можно прическу Нагиева собрать обратно. Всех женщин просто завораживает твоя манера говорить. Постоянно делая вот такие паузы. Паузы. А секрет банален. Девушке он просто слова «б***ь» слух не произносит. Тридцать лет назад Димка вёл себя с девушками попроще, попроще. Он ещё не говорил им «всё, пока». Он говорил «пока всё». Ну, как вы поняли, я Диму знаю давно. Дима, ты, конечно, пахарь, неугомонный, неугомонный. Но, чтобы все понимали, я про секс уже закончила разговор. Сейчас о профессиональной деятельности. Когда Дима был студентом, он и не мечтал, что будет вести самое популярное шоу. Он тогда мечтал в одиночку курицу гриль схомячить. Дима, ты стал всенародным физруком. Сейчас далеко не каждому по карману, чтобы этот физрук свадьбу провёл. А 20 лет назад фраза «нашу свадьбу проведёт физрук» говорила о том, что училка залетела от старшеклассника. Ну вот, я всё. А ты дальше как хочешь. Помнишь, ты эту фразу часто мне говорил? Вот нашла повод в ответ тебе сказать «люблю тебя безмерно, мой мальчик». Браво!